Небо это как огромный трехмерный перекресток. Самолеты его пересекают на скорости 700 км в час и, если что, затормозить не смогут. Управляют небесными машинами с земли авиадиспетчеры. Татьяна Усова небо мечтала покорить с детства. Детская мечта, она то и детская, чтобы быть грандиозной, собиралась я вообще в космос полететь. Но до неба дотянулась и теперь являюсь голосом неба. Требования к здоровью авиадиспетчеров почти космические. Медосмотр каждый день до начала смены. Если врач заметит малейшие проблемы, к работе не допустит. На высоком уровне должен быть и английский язык. Экзамены сдают регулярно. До недавнего времени профессия авиадиспетчера считалась мужской. Эмоциональная нагрузка здесь колоссальная. Иногда связь приходится держать одновременно с 20 бортами. При этом следить за их перемещением, погодой, зонами турбулентности и вовремя сообщать обо всем экипажу. Последние лет 10 и девушки с удовольствием идут в нашу профессию. Кстати, должно сказать, они замечательно справляются со своими обязанностями. Всегда диспетчер находится в состоянии стресса. Потому что нести ответственность за не одну тысячу людских жизней – это очень тяжело. Всей воздушной навигацией десяти республик и областей России управляют здесь, из специального центра на территории аэропорта Курумыч. Небо по вожде Татарстана и Башкирии под их контролем. В сутки это почти 4000 самолетов. Здесь используется технология так называемого «тихого зала». То есть диспетчеры общаются с экипажами воздушных судов с помощью гарнитуры. Если бы ее не было, здесь был бы настоящий гвалт сотен голосов. Отрабатывают рабочие моменты на специальных тренажерах. Здесь можно воспроизвести любую штатную и аварийную ситуацию. Так что самарские диспетчеры готовы ко всему. Работа центра аэронавигации не прекращается ни на минуту. Самое горячее время – ночь. Можно сказать, воздушный час пик. Валерия Макарова, Константин Головин. События.